Куница Ну третья декада октября Женовато ее еще Мех еще не вышел Ну что, молодец, молодец Что сказать? Молодец ты Опять показывай Свой опыт и класс Неплохой результат Для поимки куницы Дает предварительный прикорм Выкладку приманки Заранее в месте Где будет стоять капкан Работу это надо проводить До начала сезона охоты на куницу Осина старая, сломанная В этом месте добыто уже несколько куниц Добовал я их здесь И как с собакой слайкой Так и с ловушкой Заранее в этом месте выкладываю приманку Сейчас опять вот положу голову Заяца беляка Ловушку поставлю Но настораживать не буду Рано еще, тепло В ловушку повесил слегка проквашенную голову курицы Дерево внутри пустое Все сгнило Пустота до самых корней В этом месте куница Надневка и устраивается Дерево внутри пустое Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Успех охотника-капканщика Успех охотника-капканщика В большой степени зависит От знаний им повадок зверей Для добывания животных Используются различные приемы Среди которых Главную роль играют способы Их привлечения С помощью приманок Перечень приманок Используемых для добывания куницы Довольно длинный Мясо птицы широко распространенная приманка Используют мясо Как домашней, так и дикой птицы Также используют мясо И домашнего скота И диких животных Хорошо, когда на приманке Сохранились Или перья, или шерсть Лесную куницу ловят и на рыбу Например, на мойбу Используют мясо И рыбу Как в свежем виде Так и проквашенную Белка Белка Хорошая приманка на куницу Используют как свежую Так и проквашенную Куница Хорошо идет на приманку В шерсти Или в перьях Тушки Адатры Часто используют В качестве приманки Для усиления запаха Их нередко квасят Также часто используют В качестве приманки Мясо бобра Она жирна И сильно пахнет На морозе Кроме пищевых приманок Применяют еще И запаховые приманки Например, берут Бобровую струю Свежую Или высушенную Измельчают Добавляют глицерин Глицерин на морозе Не замерзает И приманка Зимой работает Можно взять И крыло птицы Или пучок перьев Опалить И приманка Будет работать Эта приманка Сделана из змеи Змея Разрублена на части В банку Герметично закрыть Через 2-3 месяца Змея Разлагается Получается Жидкость Запах Очень сильный В годы Обилия кормов Много мышей Рябины Эффективность Самоловного промысла Падает Мышевидные грызуны Приносят охотникам Много горчений Съедают приманку Портят шкурки Пойманных зверков Чтобы спасти приманку Ее можно обернуть В тонкую Металлическую Сетку Мед Хорошая приманка На куницу Используют Как мед Так и соты Часто Я к меду Добавляю Другие продукты Например Вот здесь 2-3 слоя Марли Чайная ложка Меда И Такой же Кусочек Сливочного масла Добавляю И рыбий жир Добавляю Делаю На кроху Это кожа глухаря С перьями Раскидываю По веткам На землю У куницы Есть такая Особенность Она Постоянно Очень часто Скусывает Пеньки Перьев И можно Определить Когда снега Нету Кто был Если пеньки У перьев Скусаны Значит Это была Куница Пружинную кулемку Можно устанавливать И горизонтально Для такой установки Прибиваются На деревья Две жерди Расстояние Между жердями Такое Чтобы пружина Проходила Свободно Не задевала Ставится она Пружиной вниз Если же Пружину Поставить Сверху То Снегопад Оттепель Морозы Или кухта Упадет С дерева И Пролоп Может и Куница Забраться На кулемку И случайно Расторожить При Установке Пружины Снизу Это все Исключается Кулемка Готова К работе Насторожено С нижней стороны Закрепил Доску Чтобы было Вешать Удобно Приманку Сделал Сзади Дверку Из Сетки На мягкую Проволочку Закрывается В тулу Со своим 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 Самоваром Не езжу Это я К тому Что Вот Такой Материал Который Закрепляется У Пружины Можно Найти И В лесу Прибить Прикрутить Здесь Вот Стоят Пара Шурупов Мягкая Проволока И Они На месте Вот Таким Образом Закрепляется И Вешается На Жерде Можно Взять Небольшие И Закрепить С этой Стороны И Вот Так Будет Стоять Тоже Вариант Ну Все Это Закрепляется На Ту Доску Где Пружина Наклепники На Кроку Разбирают Ну Вот Сегодня Уже Четвертая Белка Музыка Кополушка сидит. Гохарка. От собаки, от ланьки взлетела и недалеко села. 30 октября. Перед этим два дня мело. Сегодня тихо. Вот и первый след куницы. Нашли. Свежий. Так, ну а вон и беличи гайно. Сезон охоты на куницу открыт. Чтобы из ланьки получился помощник и хорошая рабочая собака, надо с ней часто ходить на охоту. Чтобы она видела результат своей работы. Ну вот опять собачка работает. Недалеко обставили свежие следы куницы. Что-то вот на дереве. То ли гайно, то ли гнездо. Сейчас выкугнем и посмотрим. Ну вот опять кунку нашли. Раненые, раненые. Сейчас должна упасть. Второй день охоты на куницу и опять результат. Вчера добыт молодой самец и сегодня молодой самец, но этот уже потемнее. Добыт в одном и том же месте. Буквально между местом добычи метров пятьсот. Выводок где-то здесь был. Молодые широко еще не разошлись. В начальный период охоты чаще всего добываются молодые куницы. Места, где охочусь, самые разные. Вот этот участок самый легкий для ходьбы. Березняк, осинник и сосна. Ходить очень легко. В таких местах в начале сезона куницу нахожу в гнезде крупной птицы. След куницы припорошенная снегом. Она нередко передвигается по поваленным деревьям. Лось жировал. Кормился корой осины. У лося субы только на нижней челюсти. Вот так он сдирает кору с осинок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Часто на дневку куницы устраиваются в дуплах, которых в таких лесах много. Варнак нашел останки козла. Козел с рогами. Что случилось уже и не узнаешь. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, не трофей, но в хозяйстве пригодятся. На территории своего обитания козлы, самцы-косули на небольших деревцах и кустах оставляют рогами метки. На этом деревце тоже метка от рогов. Что случилось и непонятно. И здесь же останки козла. Косули, козла. Субтитры создавал DimaTorzok Варнак работает Кого-то в кусах прихватил Начало ноября Барсук еще не спит Вылез Не спится ему Не лег еще Тепло Вот теперь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ох и тяжелая эта работа Таскаться по болоту Опять нас куница в болото завела Очень тяжелые места Лоси он легко ходить По тайге По болоту Это его дом родной Субтитры сделал DimaTorzok Варнак пошел по следу за куницей Где-то вон там вдалеке Варнак заработал Надо туда пробираться Где-то она вот в этих елках Четырех Сдоелась Белее всего Где-нибудь беречь им гони Вон увидел Тихо сегодня Веточка смотрю На макушке зашевелилась Пригляделся Желтые пятнышки Вот она Варнак все Все варнак Все хватит Все Варнак все Хватит его Ну все Добыли кунку Добыли Но добыли Не куницу Сержин хвоста Равен Задним вытянутым лапам Светлого Горлового пятна Как у куницы Нет Рассветка Рыжая-рыжая Молодец Молодец Варнакшка Молодец Да Молодец Хорошо В наших местах Чаще всего Встречаются Куницы Соболя Встречаются Редко И Вернее всего Это Кидус Прошел он Возле верховой Кулемки Метров Десяти Не подошел Метров через Триста Четыреста Стояла Пружинная Кулемка Подошел Покрутился Повертелся Дальше ушел Ну а Лайка Нашла его И Вот Такой Рассветки Добыт Зверек Область Распространения Соболя На Урале И Приурале Сопадает С ареалом Лесной Куницы Встречается Здесь И их Помесь Кидус Или Кидас По внешним Признакам Некоторые Зверки Больше Напоминают Соболя Другие Куницы Часто Цвет Меха У них Рожеватый Так же Как и У куницы Хвост Длиннее Чем у Соболя Но короче Чем у Куницы Отдельные Зверки Больше Самых Крупных Куниц Почти Такие Как Крупные Соболя 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 Продолжение следует...